приветствую всех любителей вышивки с вами оксана тереза и вот если вы еще не определитесь какой же он сюжетик вышивать совместном проекте от мира вышивки новогодний там кстати принимать сюжеты новогодний зимний символом 2017 года собак и кстати я спрашивал про рождественские рождественские тоже принимаются вот так что смотрите выбирайте определяйтесь вас еще до 1 декабря время вступить совместный проект который будет лица до 3 месяца до 28 февраля вот видео об этом я вам ссылочку оставлю на о правилах на вступлением вот а я хочу вам показать и рассказать почему же вот я все-таки влюбилась в этот сюжет давно кстати очень давно мне нравится эта девочка такая вот миленькая на коньках просто великолепная вообще у меня этот сюжет ассоциируется с моей доченькой вот такой девочка видите она мне такая вот тоже милашка вся была есть конечно милашка это меня тоже конечки белые были мы ходили на каток человек кататься на коньках вот такая вообще у меня конечно еще одна из работа которую не работа набор который в пару к этому сюжету это вот такой наборчик тоже золотое руно посмотрите здесь тоже девочка зима тоже животным кролики здесь кролик вот фонарик и здесь фонарь пусть другой но тоже фонарь правда же тоже зима лес вот так замечательная работа это вот оба обе работы есеновой индиры смешанной техники вот такие вот махеровые ниточки великолепные вот они прям не просто шерстяные они пушистые махеровые если у них хватит то я вот сюда тоже добавлю немножко потому что этот датчик вышивается просто хлопковыми нитками или кролик это кролик или зайчик не знаю их не отличающие кроликов зайцев вот такая замечательная очень мне нравится давайте же посмотрим какие составляющие технические данные размер 39 2 на 46 2 сантиметра 47 цветов написано бисер одного цвета давайте посмотрим что из себя представляет наборчик схема посмотрим вот такая канва здесь две иглы гладно для мулине другая для бисера молочная канва меня очень радует что такие зимние сюжеты которые таки много белых не так вышиваются на молочные канве потому что белый на белом сливается это жесть вышивать даже вот я только думала на черной канве бывают сложности вышивать но оказывается белым по белому тоже не по непросто вот давайте полу его количество не так она здесь огромное просто огроменное видите посмотрите сколько органайзера здесь 4 по моему органайзер 5 через половиной до цветов 47 но значит вы же знаете да что золотого урона мы допустим один цвет вот здесь если не ошибаюсь на 5 органайзерах один цвет то смысле что на 5 ячейках то вот здесь идет у нас ячеек много здесь по моему около 100 ячеек потому что посмотрите да вот здесь вот по моему один или два цвета два цвета вот на 10 ячейках очень много вот так и голубых цветов вот ну и даже есть такие ядовитые смотрите а вот этот как мне нравятся эти цвета шикарнейшие просто с минуточку покажу вам все какие есть вот каких-то очень мало до каких-то моря просто вот будет лес вышиваться нитками таким зимним ну это из разряда знаете как вышивать зеленые пейзажи так наверное зимние пейзажи это вот очень много одноцветного чего-то в одной цветовой гамме посмотрите какое море голубых цветов но мне голубыми цветами проще вышивать чем зелеными что-то вообще коричневыми не самые мои любимые палитры дальше мы смотрим да тоже вот здесь все оттенки голубого синего идут вот такие замечательные так и вот белые тоже ну как же ну белых это не так уж и много я боялась здесь будет очень много белых оказывается здесь не так уж и много на на блендов будет много их вот и немножко таких бежевых оттенков и здесь есть кстати вот посмотрите металлизированная ниточка я не сдаю шесть металлизированную но вот она здесь есть интересно что же будет вышиваться в этом сюжете металлизированной литочкой не знаю честно говоря но интересно что будет вышиваться значит бисер пришивается так поняла вот на этом кустике здесь делается тоже такие бантики ниточками мулине на конечках помпончик делается на шапочке девочки и бантик пришивается на фонаре вот здесь у нас бисер бантик видите вот такой и давайте посмотрим схему схема на восьми листах нитки модера канва 16 один из любимых размеров один и вот посмотрите да здесь у нас 2 10 техника крест полукреста нет только все в две ниточки крестом вышивается бленды тоже вот их не так уж и много дальше смотрите металлик вышивать крестом две нити не расщепляя нить вот такой интересный значок на него зайка есть посмотреть хочу какой нитью то есть не расщепляя нить это вот так вот сложим и будем вот крестом вышивать ничего себе интересно дальше и что здесь еще из капроновой ленты бантик сделать помпон пришить его на шапочку капроновая нить для бисера использовать вот ну а здесь из пасмы мулине таких-то таких-то бантик и пришить по рисунку но это на конечке уже так интересненько давайте посмотрим на схему вот тут работ тут видно фонарь это фонарь тут сразу видно такой идет это на на елочка когда издалека смотришь даже вроде рисунок видно да вот уже отсюда и но пусть эти какие огромные участки одним цветом вышиваются вообще одним символом все замечательно конечно хорошая хорошая я знаю что не все далеко набора золотого руна вышиваются вот такими большими кусками что ли да вот это идут одним цветом одним символом без одиночек без сего да вот по конечно тяжело работа вышивать этот стоп фонаря прям видно хорошо вот так здесь я не поняла что это такое вот здесь наверное что-то с конечками наверно может связаны не знаю но принципе вот вы сами видите какие огромные участки одним цветом вышиваются хорошая схема крупная и достаточно такая понятная люблю символы у золотого руна здесь и смайлики и карандашики и как видите зайчики всякие глазики то есть такие символы достаточно хорошо различимы без всяких этих идут и тем более вот я вот допустим только что вышила набор золотого руна мне многие значки уже знакомы вот это вот и вот этот то есть многие уже как-то привыкаешь к ним до получается который использовали ну вот так выглядит мне кажется вышиваться должно не сложно тоже вышиваться должно легко так что надеюсь получить море удовольствия от этой работы а тем более от результата тем более что если уж часовня на берегу в итоге папа результат мне самой очень-очень понравился то вот этот сюжет который мне он любим мне нравится который я от него так давно хотела его уже то тем более длинно получу от него море удовольствия что ты долго точно ну и вот еще раз хочу показать вам ниточки которые сейчас вкладываются в подарок ничего я не знаю может быть на целом сайте золотого руна есть информация почему нам дарится для чего попробовать протестировать что ли что за ниточки чусь я представляет и почему нам и тает неужели золотое руно хочет поменять нитки у себя в наборах вот такие они да ну в принципе так вот если смотреть на сравнение да вот смотрите синие на ниточки сейчас вот вот такие это вот у нас вот эти и вот модера вот так они выглядят ну да эти более мягкие кстати но вот все таки вот блеска наверно все таки посмотрите как на ваш взгляд блеска больше у модеры вот такие ниточки но не знаю посмотрим ну посмотрим вообще интересно что за нитки интересно почему нам и ударят вот болгарские ниточки это болгарское производство в общем на этом у меня все надеюсь этот обзорчик был вам интересен и полезен вот у меня еще такой замечательный набор кстати да вот этот набор без мира вышивки внизу у меня есть ссылочка на мир вышивки если вам интересно вы захотите приобрести такой наборчик вот желаю вам удачных выгодных выгодных покупочек желаю вам волшебных сюжетов доставляющих вам только удовольствия с вами была оксана дириза пока пока